5 июня делегация в составе министра Владимира Алла и его заместителя Мурадина Брантова, главного кадровика ведомства Александра Ермилова и руководителя Росгвардии по Нижегородской области Алексеем Порво навестила одного из старейших и уважаемых ветеранов ОВД, полковника милиции в отставке Азмеда Консаловича Хутыза. В этот день ему исполнилось 90 лет. Хотим пожелать в этот день, день вашего рождения, здоровья, бодрости, духа. Владимир Аллай особо подчеркнул, что Азмед Хутыз есть и остаётся легендарной личностью в истории милиции Адыгеи. Он четверть века успешно курировал уголовный розыск. К тёплым пожеланиям мира и добра присоединились Мурадин Брантов, Алексей Порво и Александр Ермилов. Офицеры признались, что в разное время все они также перенимали бесценный опыт у авторитетного старшего товарища. Это полсидема сегодня шило. Поднял. В беседе Азмет Хутыз, который более 30 лет возглавляет ветеранскую организацию регионального МВД, рассказал гостям о планах на будущее и что на сегодняшний день волнует тех, кто всю жизнь отдал служению закону. Гости вручили ценный подарок, а также поблагодарили Азмеда Хутыза за тот неоценимый вклад, который он вносит в профессиональное становление молодых сотрудников и пожелали юбиляру всего самого наилучшего. Есть желание общаться с людьми, есть желание быть полезным для людей. Это желание остается, и я руководствовался именно этим всю жизнь. Вот быть полезным для людей. Честно вам скажу. Это я мог, допустим, не знаю, насколько мне удалось, всю жизнь старался быть полезным. Полиция устанавливает очевидцев ДТП с участием трех автомобилей в Майкопе. 26 марта на пересечении улиц Хакурати и Победы водитель автомобиля БМВ проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. В этот момент по нему проезжал Ниссан, после чего произошло столкновение обоих транспортных средств. Получив боковой удар, одну из машин отбросила на другую полосу движения, и она врезалась во встречный Рено. В результате произошедшего ДТП в больницу города Майкопа были доставлены водители указанных автомобилей и пассажиры. Следствие просит лиц, обладающих любой информацией об обстоятельствах этой аварии, обратиться по телефону полиции города Майкопа 52 3071 или по сотовому 8 961 818 2418. МВД еще раз информирует о временном приостановлении приема граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, участковыми уполномоченными полиции, органов внутренних дел с целью минимизации непосредственного контакта. Гражданам рекомендуется обращаться к участковым уполномоченным по телефону либо мобильной связи, направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме, посредством сервиса приема обращений граждан официального интернет-сайта ведомства, оставлять в почтовом ящике МВД либо территориального отдела МВД России на районном уровне. Обращаем внимание, что при необходимости неотложного реагирования сообщения о преступлениях и административных правонарушениях по-прежнему передаются по телефону 02 с мобильного 102. Далее коротко расскажем о некоторых мероприятиях и происшествиях. В полиции Теучешского района возбуждено уголовное дело по факту незаконного лова рыбы. Этим промыслом занимался местный житель. Стражи правопорядка обнаружили пойманную рыбу в количестве 40 штук. По заключению специалистов ущерб составил свыше 30 тысяч рублей. В городе Адыгейске полиция задержан подозреваемый в угоне чужого автомобиля. Стражи правопорядка установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый житель города. Автомобиль возвращен владельцу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В Адыгее полицейские классы завершили обучение по специальной программе. С учащимися 10-11 классов проведены факультативные занятия. Ученики принимали участие во всех мероприятиях, проводимых ведомством. Также дети выезжали в структурные подразделения.